Добрый вечер, друзья! Вот такой у нас сегодня вечер деда Коля, Тимулечка и бабушка. Вот картину-то он у меня, посмотрите, вот картину отсюда сравнил с этой стены. А светильник остался вот без вот этой шапочки. Там такая стеклянная, как шапочка была. Давай мы с тобой поиграем, смотри-ка вон. А мама у нас ушла ламинат выбирать. А мы с Тимулей будем сейчас, наверное, пирамидку складывать, да? Давай пирамидку складывать. Ну-ка давай, давай найдем. Ой, а тут кто тут у нас тут? Посадка-то, да? Посадка. Да. Уже эти мультики, он все, он мне сейчас дает опять пульт. Надо мультики смотреть. Никак не включается, Тимотеус, никак. Все, отключай. Никак? Нет, не отключай, ну ладно. Все, он опять убежал, он уже забыл. Постоянно надо, чтобы для фона была вот музыка. Синий трактор любит, доктора любит. Вот видите, ждет. Да. Давай чем-нибудь другим, да, мы с этим-то поиграем. Смотри-ка, ты давно не играл. Да, давно. Ой, давно Тимуля не играл. Давай. Ну-ка, давай. Нажми кнопку медведя и поиграй со мной. Давай, поиграй с нами. Покажи-ка дедушке, где там медведь. Смотри-ка, дедушка, коричневая собака. Видишь, деда сколько нашел? Смотри, розовый поросенок. Катя убежала, а ламинат выбирать? Выберет ламинат. Будут скоро стелить ламинат. Потом что, установить кухню и потолки, все. Дело движется, конечно, не такими огромными шагами, но движется. А мы с Колей сходили. Телефон, друзья мои, заказан. Телефонов таких в наличии не было. Именно вот с такой памятью. Я не помню параметры, я вам потом покажу коробочку. До 11 ноября должны привезти. Поэтому еще буду, если ходить, снимать старым телефоном. Но я уже не хочу снимать. Я уже настроена снимать новым телефоном. Катя говорит, кто сейчас айфоны покупает? Там ничего, говорит, такого нет. Вконтакте не посидишь. Я говорю, мне не надо. У меня есть для всех функций. Есть свой старенький. А для съемок вот как раз камера. Но там есть, наверное, другие функции. Я поизучаю, но просто в жизни его не было. У нас, кстати, есть какой-то старый айфон вообще. Может, как-то за какие-то денежки можно продать. Ну, он старенький. Он уже, не знаю, держит он зарядку или нет. Надо мне спросить. Да, какой-то вот айфон лежит. Лишь, стой. Да, Дана подарила Кирюшке. Еще он маленький был. Она ему себе купила. Ему подарила. Ну, чего? Вот вы пишете, платьице себе купи. Нет, я не купила не платьице. Я купила себе домашний халатик. Вот такой вот. Почти не вульгарный. Как мне написали. Не ходи в том вульгарном халате. Нет, все. Специально ниже колен купила. Вот. Да, Тимулечка, скажи. Так что походили, погуляли. Я бы еще погуляла. Потому что вроде бы расходились. Так и вроде и нормальная погодка. Ну, надо что-то готовить на ужин. Надо что-то придумывать. В очередной раз даже не знаю. У нас в планах есть с Колей приготовить одно блюдо. Но мы вынули рыбку на разморозку. Да. А посмотрите, у нас есть какая машинка. Мы выкинули все шарики цветные. Два пакета шариков. Потому что они все сгрызенные уже были. И места много занимали. Кошка гоняла эти шары везде. Начинаешь мыть пол. Везде эти шары. Под ванной. У нас же ванна не заделана. Ну, вот под ванной там, на плитке. Под ванной, на кухне. Везде. Ночью она решит еще поиграть. Сегодня что-то бусинка очень у нас спокойная. Очень странно. Спит целый день. А мы камин затопили. Жарко стало. Затопили, стало жарко. Так вот зашли. Тимуля с Катей уснули. Мы пришли. И дома прохладненько. Батареи, да. Не греют, друзья мои. До сих пор не греют. Вообще не знаю, что такое там творится. Неужели такие ремонтные работы так долго? А посмотри, у нас есть какой... Посмотри-ка, у нас и пирамидка есть. Посмотри. Надо уже какой-нибудь ему такой конструктор интересный. У него есть игрушечки там на квартире? Здесь-то уже чувствуется, что они ему все уже поднадоели. Посмотри-ка. Ну-ка, вот у нас Кирилл вот такой конструктор очень любил. Бабушка Валя, когда жила у нас какое-то время, ну, она обследование в больнице проходила, лечилась чего-то. И, в общем, жила у нас. Мы снимали тут неподалеку. Как раз вот я рассказывала, жили мы на Жосу, вот жила Валентина Васильевна. Колина мама. И вот она очень занималась хорошо с Кирюшей. Они что-то строили этим конструктором. Слушай, а сколько было у нас, когда она у нас жила? Да, моменты еще были. Ну, три годика уже было, потому что она приехала, по-моему, к нам весной. А мы уже год, полгода уже там прожили на Жосу, да? Где-то годика три, наверное, было. Она все с ним играла вот этим конструктором и чего-то, как только не строили. Да, и он любил с ней играть. Не надо пальчики-то грызть. Не надо, дружочек. Мне все его хочется сказать. Не надо, сынок. Все, сынок. Как бабушка Майами все называла. У меня дочка, а дочка так и я. Ай, как? Носик нельзя ковырять. Носик нельзя ковырять. Да. А чего такое? Ну, что такое случилось? Что такое случилось у нас? Что случилось? Давай поиграем. Давай поиграем. Ну-ка, давай мы с тобой построим башню. Давай. Давай построим. Большую, высокую башню. Вот, смотри. Смотри-ка, бабушка строит. Ну-ка, ты умеешь строить? Ломать умеет, строить не умеет. Да. Есть не хочет пока. Бананчик съел. Йогурты съел. Мама его кормила чем-то мясным, пока нас не было. Ого, смотри, как красиво. Да, посмотри. Бабушка сама бы сейчас немножечко вздремнула бы. Посмотри, а то чего глазки трешь? Завтра на прием идут с утра. Завтра их, наверное, выпишут. И послезавтра идем в садик. Тимуля пойдет к ребяткам, да? Снова будем привыкать. Первый-то день, наверное, там устроит Катя райскую жизнь-то. Это точно. А потом он спокойно, он так недолго. Потом уже спокойно начинает ходить. Вот насколько опять продержится. Вот все разбирается. Долго-долго. У нас тоже Кирюха долго привыкал. Но Кируша и большой был уже. Да? Бабушка бы подспала бы сейчас тоже чуть-чуть. Нет, надо сейчас в шесть вечера. Сейчас что-нибудь придумаем на ужин. Николай Александрович, что на ужин придумать? Да, скажи, что нам деда на ужин придумать? Макароны что-нибудь такое? Макароны? А с чем? Ну, какого-то с ума там сюда есть. Соразить, с пережарить. Там еще макарошки лежат в контейнере с тушенкой. Я думала, ты на работу с собой возьмешь. И так приготовлено. Ну, с лосятиной. Вот. Сейчас включу тебе. Сейчас подожди. Ну-ка давай посмотрим, что у нас тут еще есть. Ну-ка. Ты чего сломал? Все, смотри, как красиво. Ну-ка давай посмотри. Зеленый, желтый, зеленый, синий, желтый, зеленый, красный. Да. У нас змея такая есть. Он ее маленький любил. Хвостиком она его. Вот, вот, вот. Да, надо. Тимулечка, пойдешь кушать готовить с бабушкой, нет? Да. С бабушкой кушать пойдешь готовить? Или нет? Все, ему надоели. У тебя даже чешки и то в игрушках валяются. Посмотри-ка. Чешки-то. Мама тебе чешки купила на скультуру. Да, а где вторая чешка? Вот. На физкультуру еще и чешки надо. Такие маленькие они там ходят в желтых футболочках. Сейчас я включу, включу тебе, подожди, камеру отключу и включу тебе мультики. Да. Смотри, какие хорошенькие. Надо у них день физкультуры, они все в желтых футболочках, в темных шортиках и в чешках ходят. Все, друзья мои, начальство требует включить мультик. Надо, чтобы было там песенки, окуленок туруру, синий трактор, тарарам. И вот все. Иногда у меня даже это снится. Да? Да, скажи, эти песни теперь с нами живут. Сейчас все, включаю. Скажи, все. Все, бабушка, включай. Хватит разговаривать. Все, друзья мои, подключусь попозже чуть-чуть. Друзья, ушла из комнаты, потому что в комнате надо, чтобы все время была, ну, включены мультики ребенку. Там эти машинки, трактора, он бегает, играет. Катя еще нету. Долго что-то она там у меня в Леруа задержалась. А я чаю хочу выпить. Морошки себе сделала. Морошки вынула много. Морошка решила вот в такую вазочку поставить. Сейчас буду пить чай, покажу. Так. У меня мороженое вообще летит моментом. Я ее, пока, я не знаю, наверное, кто-то не остановит меня, и я не остановлюсь. Сейчас чайку выпью, там Коля посмотрит, затянули. А, не убрала. Замешивала сейчас тесто. Так, пока постоит здесь. Замешивала тесто на хлеб. Ну, на стандартный пока. Вот, у меня уже оно подходит, посмотрите как. И меня попросили показать, как я делаю луковый хлеб. Я обыкновенно делаю, сейчас покажу. Попробовала я замесить тесто на своем миксере. Там же объем-то маленький муки, там 650 грамм пол-литра воды. Ничего, хорошо вымешивает. Я включила на третью скорость, хотя можно было и на вторую. Но тут до 7 скоростей у меня. Прекрасно, прекрасно. Да, мне дали еще в МВидео, когда мы телефон оформляли, мне дали визиточку, ну, там, со ссылочкой. Еще не смотрела на сервисный центр Мулинекс. Так что нормально все, решим проблему. Чем скорее, тем лучше, конечно, чтобы не затягивать, потому что вдруг что-нибудь закажут. Ну, если, например, трубочки с кремом, мне вот на третье надо делать трубочки. Я, крем я делаю ручным миксером, потому что там надо заварной делать крем. Еще хочу, друзья мои, сделать белково-заварной крем. А, нет, тут крем мокрое без З в трубочке. А я хочу попробовать белково-заварной. Я попробовала как-то. Попробовала, вроде бы получился, но он у меня... На следующий день мне показалось, что немножко вот все равно как корочкой покрылся. Делают ведь вообще прямо нежный. Он трудно его делать. Там надо сироп варить, сироп добавлять. Все, наверное, пропорции одинаковые. Я много посмотрела рецептов. Все по-разному советуют. Кто вот так вот сделать, кто так. Так, ну что, друзья мои, я пью чай. Сейчас я переложу все в вазочку. Отключалась, друзья мои. Катя позвонила, все. Деда выехала, говорит, еще розеток всяких накупила. Там же розеток много. Вот, потом в чай сенела, Тимуля побежал. В ванную побежал. У нас совмещено ванная с туалетом. Смыть надо. Это обязательно надо. Обязательно прийти в туалет, смыть, посмотреть, как ушла вода и снова убежать. Вот сейчас деда с ним там нянчится. Ну, как нянчится, деда присматривает. Все, уже он бегает самостоятельный. Такой, да? Вот уже изучают бабушкину морозилку. Как она открывается, с какой стороны. Сейчас они в таком возрасте такие интересные. Вообще, очень интересные. А ведь кто какие, да? Ведь есть вообще дети спокойные, спокойные. Есть шило в одном месте. Чего, золотой? Чего? Он бегает. Скоро мама придет. Сегодня будем купать его. Вот. Вкусная ягода-марушка. Хотела еще смородиного листа. Думаю, вдруг Тимуля не будет. Надо было отдельно, и уже потом забыла. Отдельно было. Что-то камин протопился. Все, уже вроде бы тепло. Потом еще затоплю, когда Тимулю купать будем. Обязательно надо его сегодня намыть. Воды горячей нагрели. Ну, титан у нас, да. Вы знаете, я рассказывала, друзья, что титан. Воду выливаешь. Потом все равно надо немного подождать. Особенно, если посуда вечером. И все. У меня уже посуда намыта. На ужин не знаю, что готовить. Завтра то уху будем с Колей делать. А сейчас не знаю, чего. Ничего не идет. Вот всего вроде. Уже всего наелись. Вот сегодня доедали вчерашнюю индейку. Я думала, будет мало. Нет, все покушали. Кирилл вообще есть отказался. Не хочу мяса. Ну, не хочешь и не хочешь. Они все такие. У Кати тоже был период. Куда он, Коль? Вот, везде. Так все, смотри теперь за ним. У Кати тоже был период, когда она ничего не ела. Толик он... Толик даже не знаю. Даже и не помню. Но у меня старшие дети росли в те времена, когда хоть что приготовь, все равно съедалось. Как вспомнишь. Так и греча с тушенкой было за счастье. А сейчас все уже объелись всего. Ничего не хотят. Собирать-то ягоду, да? Ездить. Хрустит так эти косточки. Я вот думаю, как они с тестом будут хрустеть, если я сделаю вареники. Там же косточки в ней. Мелкие, правда, но все равно. Коля говорит, попробуй, сделай. Ну, они вот... Это я сахар положила. Вот сахар положила, и она немножко вот такая жидковатая стала. Ну, вам, наверное, не видно. Но все равно видно, что с соком. Вот. А если ее сахар не складывать, там сок немножко выпустить, ну, так ничего может будет. Ну, мы решили несколько штучек слепить. И попробовать, когда буду лепить. Сделаю еще с черникой. И сделаю... Вот вишню купила. Купила в пакетиках. Попробую. Черешню нигде не нашла. Но я, может быть, если бы съездить в центр, в другие магазины, может, и нашла бы что-нибудь подходящее. Может, и развесную бы нашла. Вот. Клубнику с клубникой. Да уж так не будем с ума пока сходить. Постепенно. Вкусная ягода. Вкусная северная ягода. И брусника вкусная. С песком ее мешать. Морошка. Ну, там малина, клубника. Ладно, это не только северная, да. А вот брусничка. Ну, естественно, не только она может быть. Брусника-то на севере, может, еще где-то она растет. Не знаю. Мы привыкли здесь. Черника, брусника. Все с детства ходила, собирала. Сколько черники собиралось. Сколько голубики собиралось. Как вспомнишь. Маленькая такая была. Целыми ведрами домой приносила, друзья. Вот ягоду. Никогда не приходила пустая. Все время много. А с чем мы тогда ходили? Мама мне что-то давала, какое-то ведро с собой. Не боялась отпускать меня. У меня Катя ходила маленькая. Бабушка ее как-то взяла в Каргополе. Ой, не знаю. Ей, наверное, было лет пять, что ли. Она ее за грибами взяла. Но там недалеко. Можно было от города недалеко выйти. Не маслята собирать. Не у дороги, а вот именно в лесочке походить. Вот она ее взяла. Так помню, там у меня находилась. Говорит, капризничала. Но ходила. Как-то беспокойства такого не было, что вот ушли. Мы, помню, с подругой. Нам так интересно. Там же дороги вокруг Каргополя. Много же, например, идет в одну деревню дорога, в другую деревню. Ну, там вот как, например, город. И вот идет от города туда трасса, туда трасса идет. И уже по трассе там разные деревни. Противоположная трасса идет, где уже на Няндаму на поезда. А где вот эти другие, то на противоположном стороне города. Помню, с подругой. Каждый вечер, летом на велосипеды. И вот мы все на велосипедах катаемся, катаемся. Занимались спортом. У меня бывший муж был очень этим недоволен. Чего вы там катаетесь? А как было интересно. Все равно, это же физкультура, друзья, да? Тренажерных залов не было. Да и мы не пошли бы, наверное, в тренажерные залы. Уж не знаю, как сейчас. Не думаю. Нет, был у нас как-то. В Каргополе начали. Кто-то открыл тренажерный зал. Не даже не тренажерный, а с гимнастикой. Кто-то из женщин выучился этому. И вот открыл зал. Эту группу. Ходили женщины у нас. Ходили, которым уже было 30, например, лет. Ходили. Я помню, встретилась с одной. Говорит, мы пошли сегодня в спортзал. Но они были моего возраста как раз. В бассейн бы, так я бы походила бы. А в тренажерный зал я не пойду. А что-то я охрипла-то. Пью чай горячий. Я охрипла. Ничего себе. Еще не хватало мне охрипнуть да заболеть. Как я не люблю больное состояние. Вот правда не люблю. Лампочек тоже. Нам тоже надо с Колей в Леруа выбраться. Я думала, Коля с Катей поедет. Она там поехала. Люфины друзья ей помогают. Как ламинат. Чего, какой ламинат выбрать. Сколько выбрать. Они обсчитали площадь квартиры. Розетки какие-то ей помогают. А в Илюше молчу, друзья мои. Вестей пока нет никаких. 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 Как будет чего-то, конечно же, расскажу. Никаких. Ну, Катя уже привыкла к этому. Нет, она не привыкла. Она держит себя в руках-то. Ведь все равно дела надо делать. Дела делать надо. Ребенок растет. Ну, уже вот как будто бы такое понимание становится. Как будто уехал. Как раньше он у нее уезжал на вахту, когда они познакомились. Он работал вахтовым методом. Вот примерно такое. Конечно, переживает, что там. Но я смотрю, не показывает своего настроения. Как вот первые дни она вообще была никакая. Сейчас старается держать себя в руках. В общем, у нее характер такой. Но она сильная, а сама по себе сильная. В общем, держит себя в руках. Ну, и ладно, и хорошо. Надо, друзья мои, надеяться, да держать себя в руках. Что это? Никакая ведь размазня, правильно? Всю жизнь бабы вон, тех же пряслиных, да, почитаешь. Мужики родину защищают. А они в тылу тоже вкалывают с самого утра до позднего вечера. Чего, моя зайка, разбегался, мой маленький? Да, разбегался. А где деда-то у тебя? А где же деда? Так, а что у меня с тестом-то? Ну-ка, что у меня там с тестом не... Ой, так оно у меня прекрасно, друзья мои, подоховы. Ой, все уже подходит. Все уже. Сейчас я лучку порежу. И покажу, где у меня форма еще. А вот форма у меня. Поставлю. Сначала сделаю форму, потом поставлю в духовку нагреваться. Она второй раз уже быстрее поднимается. Тимуля, там ничего не стирается, Тимуль. Ничего не стирается. Бегает. Чешки уже снял, все. Ну, хорошо играет. Вот телевизор работает, а он то пирамидку собирает, то вот бегает, то игрушечки. Нормально он такой ребенок. Ну, большой стал, да? Скажем, мне сегодня два с половиной месяца уже. Время летит вообще моментом. Позвонила Настя. Устраиваться на работу она. Два через два. Говорит, Сашу со школы забирать. Поможете? Я говорю, ну, конечно. Постараюсь. А как? Надо будет так уже подложивать свое время, чтобы забирать ребенка со школы. Это тут тяжело у нас, особенно зимой. Особенно вот эта осень. Я говорю, только что забирай его. Приходи потом, забирай на ночь. Или может мне как-то домой его водить. Тем более дом рядом, да, наверное, можно когда к себе. А когда домой. Тимуля у меня тут бегает. Вот когда к себе, когда домой. Потому что надо уроки делать. Надо и вставать ветра на утром. Так что буду забирать его. Дай бог, чтобы у нее с работы все нормально получилось. Вот. Чтобы опять не получилось так, что поработал и не понравилось. Или там не платят, или устраиваешься. Бывает ведь так, друзья, ведь тоже устраиваешься два через два. И не получается два через два работать, да. У тебя ребенок. Ты уже должна это время уже подстраивать. А работодателю это не всегда объяснишь. Как вот я, например, да, я сама была заведующей, я знаю. Ну, некого поставить. Ну, одна ребенок заболел, вторая сама заболела. Ну, некого поставить. Бывает, сами вставали, конечно. Сами работали, и за кассами сидели. Было такое. А ведь надо товар принять. Надо в компьютере его завести. В общем, тоже всякое бывало. И человека, который на работу устраивается, можно понять, да. И работодателя тоже можно понять. В общем, тут уж надо заранее договариваться, что человек идет на такой график. И чтобы этого человека уже на него не рассчитывали. Как-то вот не знаю, как у нее получится. Посмотрим. Лишь бы работало. Лишь бы платили бы. Да. Да, скажи, я хотела камин тебе, бабушка, затопить. Да, скажи, так получилось, что захотелось затопить камин, да. Ой, ты мое, ты золотой. Да. Скоро, Сашенька, ты выздоровеешь. Сашенька к нам в гости придет. Да, ты, баенька, собрался, что ли? Ты что, баенька, собрался, что ли, у меня? Сходи-ка бусинку найди. Где наша бусинка? Где же бусинка наша? Где кысонька-то? Ну-ка иди поищи кысоньку-то. Ой, разбойник. Хорошо, дед, там одного не оставишь в комнате. Решетку каминную трогает. Дому надо... Интересно ему в решетке каминной. Детей всегда тянет вот эти печки. У нас, я говорю, что, думаю, такая тишина. Мы еще в Каргополе, в двухкомнатной квартире жили. Сейчас, извините, друзья мои, прервусь. Колюшка, а луку побольше сделать? Я не знаю, смотри, сама. А какую буханку, маленькую или большую с луком сделать? Все равно, да? Маленькую сделаю. И сделаю половиночку тогда лука. Потому что она будет очень чувствоваться. Большую просто захотят вдруг с чем-нибудь. Хотя с чем они большую-то, они все равно бутерброды едят. Нет, сделаю маленькую, а вторую нормальную, обычную. Вдруг кто-то захочет той же сгущенкой помазать, правильно? Ну, я, например. Вот. Я один раз в Каргополе думаю, что такое у меня, Толик, тишина такая. Тишина. А он захожу, а он залу выгребает и на машинке ее возит. Ну, а что делать? Интересно же. Выгребает ее из-под дувала, выгребает и развозит ее на машинке. Что-то делает, дорогу какую-то. Ну, что, все. Такие детишки. Ну, так что, тесто у меня хорошо поднялось. Видите, как хорошо, прям замечательно. Так, нет, я туда не пойду. Или пойду, мне же надо показать. Сейчас я уберу ягоды. Я достану форму. День проходит просто вот моментом, друзья. Ну, просто моментом. Ну, не успеваешь. Ну, я сегодня проленилась. Мы сегодня с Колей сколько прогуляли. Завтра ему бы еще надо обувь купить-то. Совсем без обуви у меня, парень. А где у меня масло-то растительное? У меня, конечно же, работы непочатый край. Сегодня взглянула на... Работы, говорю, друзья мои, непочатый край. Сегодня взглянула на крышку своего автоклава. Смотрю, она у меня уже все, уже пылью покрывается. День ее не оботрешь, уже все. Ну, может быть, мучная там пыль, да? У меня столько рыбы сейчас надо мне. Рыбу переделывать. Перерабатывать, если правильным языком сказать. Да? Доставать кампалу. Доставать там щучка у меня есть. Щуку, что-то в консервы так жалко. Так, а чего я делаю? Это мне вот что надо сначала сделать. Мне сначала надо взять тесто. Выполоснуть руки. Так. Выполоснуть руки. Ну что? Давай, Ирина Борисовна. Так, вот, друзья, беру тесто. Я беру ее на эту, на маленькую. Возьму еще побольше. Вот, обычно беру кусочек. Вот, нарезанный лук. Вот сюда. Это даже половинка, это и то многовато. Ну, у меня любят. Вот сюда, вот сюда. Прямо так руками, руками. Заворачиваю. Его, конечно, можно там раскатать, на столе. Ну, буду я еще тут выделываться. Вот так, раз и все. Лучком посыплю. Вот. Так. Маговато, конечно, но ничего. Будет вкусно. Аромат будет такой, что... Так. Так, заворачиваю. Так, вот. Вот. Он перемешивается с луком. Просто перемешивается. Да, Тимулечка? Да, мой хороший, да. Ты пришел бабушке опять помогать, да? Ты пришел бабушке помогать. Тебе сито опять надо украсть у бабушек. Да, все. Все. Одной минутой, друзья мои. Одной минутой, пожалуйста. Так, чуть-чуть масла. Ой, чуть-чуть масла сюда линул. Рука скользкая, немножко плеснула. Так. Вот. Пожалуйста. Вот так вот сделаю, сделаю. Все оно у меня внутри. И укладываю сюда. Ну, тут немножко осталось. Оно подымется. Вот так вот. Показываю на скорую руку все. Ну, второй тоже сейчас положу, да, в духовку. Нет, не в духовку, вернее. Сначала оно у меня должно подняться, поднимется. Так, маслечко. Вот тут сейчас будет все прилипать. Оно и должно. Немножко прилипать. Вот так. Так вот тесто. Много не буду его уминать. Все, положила. И пусть себе подымается. Что с луком, что без лука. Сейчас будет аромат. Буду сегодня печь. Потому что он за ночь у меня еще полежит. Не знаю, ничего не готовила. Придут, пусть пельмени варят. Кирилл бы с удовольствием пельмени поест. Катя сейчас придет, предложу ей пельмени, пельмени сварю. Она еще сейчас зайдет к себе, все занесет, там розетки занесет. Сидят пельмени. Ну вот и все. Так, сейчас это дело нам надо закрыть. Убрать сюда. Тимотеус, Тима, принеси бабушке носить. Друзья мои, посуду я ополоснула. Пеленочкой все накрыла. Здесь у нас наше тесто. И включила духовку. Пусть нагревается. Оно сейчас быстро подойдет. У меня время без... А, без 28. Сейчас Катя придет, поедят. И все, опять день прошел. И так каждый раз. Опять день прошел. Тут у меня Коля рыбку вынул. Надо посмотреть, знаете, что сегодня покупали рыбу. Красную на суп. На уху хотим делать. Финскую уху. Именно из красной рыбы хотим сделать. Посмотрели, хоть и со скидкой. Цены, конечно, не маленькие. Надо в этом, в онлайн рынке посмотреть кижуч. Почем у нас вкусная рыба. Вы видели, наверное, да, что мы с Колей ее солили. Так, сейчас Коля попрошу, чтобы сходил выхлопал мне половичок. И надо его мне на стирку. Вот, посмотрели. И там ценнички-то такие, знаете. Давно я уже почему-то не видела у нас в онлайн рынке. Вот специально телефон положу, чтобы потом мне не забыть. Посмотреть, почем рыба. Кижучая, хорошая рыба. Она не жесткая, она и на бутерброды идет, и красная рыба та же. Вот. Семги. У нас тут, конечно, есть мужики, ловят семгу. Меня Коля никогда не ловил. Никогда ему не попадалась семга. А кто-то вот просто даже, вот как говорят, на шелика иной раз попадает. Ее же нельзя ловить-то. Поймают, да еще не дай бог. Протокол составит. Да нет. А у нас они попадаются. Вот камбала, только щучка. Щучки чего-то маловато. Вот собирается, видите, говорит, поеду, опять посмотрю. Может, опять те же домки поставят. Давай нагревайся, где у меня. Быстро нагревается градусничек сюда поставлю. Испеку хлебушек. Чего делает? Тимулечка, а, иди посиди с бабушкой. Иди посиди. Все, Тимулечку надо в садик. Сейчас все уже он поправился. В садик к ребяткам. Там их занимают. Дома все равно не то. У меня из всех детей только Толик любил в садик ходить. А полюбил ходить в садик. Ну, в Каргополе мы ходили. Он же маленький был. А полюбил, потому что воспитательница там ему понравилась. А он, ему было, наверное, тогда годика около четырех. А отец у него все слушал Кузьмина. И был у нас магнитофон. Еще и даже бобинный магнитофон был с бобинами. Вот ему нравилось, значит, когда эти бобины крутятся, крутятся. И вот он слушал Кузьмина, ему нравилась песня «Красотка». И он пошел в детский сад. И первая воспитательница его была, молодая девушка, такая красивая, темненькая. Назвал ее «Красотка» и все. И приходил, если не она, то спрашивал, где «Красотка». Там уже потом весь детский сад ее так называл. «Красотка» он своим детским языком. Все. Потом она у них ушла, так он очень переживал. Не хотел даже в садик ходить. Или не она ушла, может быть, группа другая была, его перевели. В общем, как-то так. Вот понравилась воспитательница. Тут же ей дал свое имя и никак не называл. Его пытались переучить ее называть по имени-отчеству или как-то. Нет и все, «Красотка» и все. Вот так ее и звал. Ее уже потом, свои девочки, начали «Красотка» звать. А у нас там была воспитательница, знакомая. Жила в нашем подъезде, когда мы жили, вот еще в двухкомнатной квартире. Помните, я рассказывала, как мы переехали-то? А, в однокомнатную, а потом переехали в двухкомнатную. Вот у нас в одном подъезде, там тоже дом, такой же, как у свекровки у меня, у бывшей. Старцов входы. Строили такие раньше дома там. Вот, и в одном подъезде мы жили. Она рассказывала мне тоже в этом садике, это работала, рассказывала. Говорит, все, «Красотка» мы, говорит, теперь «Красотка» называем. Так что, а Кирюша не любил в садик ходить. Помню, первый день в садик пришел. Первый день мы его привели всего, наверное, на два часа. А что, они там погуляли, вернее, покушали и сразу же гулять. Вот Коля приехал, с улицы его забрал. Ну, а когда они гуляли, реву было. Реву было, скажи, просто ужас какой-то. Да, горячий, аккуратненько. Аккуратно. Ай, горячий. Вот, не хотел из садика уходить. А потом понял, что его приводят все на подольше, на подольше. Тогда уже понял, что это уже обеззаловка. Не любил. Вот Толик любил из-за воспитательницы. Ну, Тимуля вообще рано пошел такой, привык. Только что часто болеет, конечно. В этот раз, видите, даже аж до антибиотиков дошло. А что делать? Да, ты чего бегаешь? А у тебя где второй носочек? Ну-ка, посмотрите-ка. Деда, дай ему второй носок, пусть мне принесет. Он снял его. А сам снял? Так нельзя в одном носочке бегать. Ну-ка, сходи за носочком, бабушка, принеси носочек. Пошли за носочком. Ну-ка, нельзя в одном носочке бегать. Где у него? Я ему вот. Ну-ка, пойдем. Пошли давай. Давай, все. Проказник. Ты проказник, да? Ты проказник маленький? Да, проказник ты маленький. Носочек-то где? А вот носочек-то у нас. Что-то у нас сегодня бусинка все спит и спит, спит и спит. Ночью, наверное, опять тоже даст нам жару. Да, мой золотой. Да, ты чего носочек-то, зачем снимаешь? А? Ножком-то ж холодно будет. Все, беги. Иди, сходи к дедушке. Иди, проверь, чем деда занят. Так. Ну, поднимается. Духовочка еще включена. Сейчас будет тепло. Чего баловник? Ай, ты баловник, ты маленький. Вот так, друзья мои, проходит жизнь, да? Вот так. Заботы семейные. Хорошо еще, когда вот дети уже выросли. Вот сейчас только понимаешь, да? Дети выросли, у каждого своя жизнь. Но Кирилл еще маленький, 14 лет все-таки. Еще пока на нас ответственность за него. Он-то уже готов бы уже бы из дома уйти и жить самостоятельно. Им-то что, они готовы? Сейчас самое время отдыхать, по театрам ходить, да? Коля у меня так удивился, говорит, ты что, говорит, я... Ну, ничего, видите, при вас ему объявила. Выпила чай. Больше не буду на ночь чаю пить с морожкой. Да, мой золотой. Пили-пили с Катей эту настойку-то. Из шишек, но по чайной ложечке. И забыли. Тут нам Коля все напоминал. Лекарства, лекарства. А потом все, Коля уехал на дачу, и мы забыли про него. Про это лекарство. Надо возобновить сегодня, друзья мои. Надо сегодня на ночь выпить. Да. Так смотрит на меня с таким... Иногда у ребенка бывает... Ну, наверное, у каждого ребенка. Я вот как-то вот на Тимуле... Может быть, я внимательней, что ли, стала. Может, я забыла уже столько лет прошло, дети выращены, да. Иногда вот подойдет, так смотрит своими глазками. У него, они же такие вот, как пронизывающий такой взгляд, вот настолько откровенный, да. Вот детские глаза, настолько они откровенные. Как-то так посмотрит. А иногда, мне кажется, даже в них какой-то укор виден, что ли, или осуждение, что ли, или... Не знаю, какой-то вот взгляд, как будто смотрит, говорит... Бабушка, ты что-то не то делаешь, ты что-то не то говоришь. Представляете? Вот такой... У него вот есть такое. Подойдет, так заглянет. Коля лежит вот так на диване. Лежит, задремал. В комнате сидели. Он по нему так наклонился тихонечко и так заглядывает ему в глаза. Да. Ты чего-то у меня разбегался. Ты чего-то у меня разбегался, маленькая. Ты крошечка моя, да. Кто у меня разбегался? Да кто у меня тут разбегался-то, мама? Я вот скажу, это что у нас тут за бегун такой? Это что за бегун у нас тут такой? Ты мой хороший. Вот такой, друзья мои, у меня вечер сегодня. Вот такая болталка. Пусть они вот эти вечера вот такие будут спокойные. Без всяких нервотрепок. Которых и так достаточно. Это кто у меня там подкрадывается? Так. Все надо взять. Все, что есть на своем пути, все надо взять. Потом съедут, я представляю, будет, наверное, вообще тишина в квартире. Непривычно. Я вот тоже жила вот с бывшей свекровью. Мы жили, у меня был первый ребенок, да, муж тут, семья. Потом съехали, у них тишина такая. Я все время к ним приходила, чистота идеальная и тишина. Не горячо, да нет, не горячо пока, не горячо, еще нагревается. Все, вернулась Катя. Сейчас будем кушать. Коль, ты хотел же вроде пельмени. Я ставлю воду, сейчас буду ставить водичку, друзья мои. Накормлю сегодня всех пельменями. Катя тоже, наверное, пельмени поест. Ничего сегодня не готова, ничего, ничего. Завтра будем готовить. Так, это у меня вот здесь, это у меня чего здесь? Это мне надо другое место поставить, эти тазики, а? Там подносы с мясом, видишь, так вот под ними. Под ними, сейчас эту сковородочку такую специальную ставлю под пельмени. Я в ней варю всегда широкое. Которые этими длинными, такими шестигранниками. Это вареники, пельмени классическая форма, маленькие. Нашел? Все, водичку поставлю, сейчас сварю. Накормлю либо со сметанкой, либо с маслом. Сходит? На троих-то, да за глаза. Кирюха, он когда придет-то у нас? Для него-то рано еще варить. Что, в 10, наверное, придет. Ну, сейчас накормлю. Коля редко пельмени ест. Видимо, вот эти магазинские у него отбили весь вкус. И он редко, он мясо обычно, мясо говорит, не сделай мясо. Так. Чем завтра, друзья мои, заниматься? Лениться буду, ничем не буду заниматься. Не хочу пока... Нет, почему лениться-то я вареников с вишней буду делать? Ни пельмени, ничего мясного такого делать не буду. Буду делать вареники с вишней. Вареники с черникой. Будем пробовать, знаете, чисто для себя. Но я теперь поняла, что можно уже делать вареники с вишней на продажу. Нормально получались. Не разварились. Прекрасно просто. Кто-то там мне пишет, что будет разваливаться. Не будет разваливаться. Не разваливаются. Что руками, что так мы варим, они не разваливаются. Тимулечка, там Тимуля в туалете-то? Да. Тимуля у нас периодически ходит, смывает, проверяет, смыт ли унитаз хозяин. Так, друзья мои, на сегодня отключаю. Сегодня день у нас такой, вроде бы и насыщенный. Вроде бы, в общем, обычный день. Сходили, сделали серьезную покупку. Придет эта покупка к 11 числу, мальчик-менеджер с видео сказал. Ну, говорит, обычно пораньше привозят. Потому что именно этой модели, которая мне была нужна, вот чтобы память была хорошая. Ну, не память хорошая, а как побольше памяти. Так, наверное, правильно сказать. Говорю, вот придет эта вещь, буду все изучать и буду разговаривать уже об этой вещи правильным языком. Все, друзья мои, спокойной ночи всем. До завтра.